Помимо проблемных домов новостроя, главе Росавиации показали парк Победы на Соколовой горе. В музее трудовой славы Александр Нерадько осмотрел экспонаты с особенным вниманием. В Калининском районе жили его родители. Посетил гости и в строительную площадку нового аэропорта в Соборовке. Странно, что Министерство информации и печати области постаралось окружить визит федерального чиновника тайной. И эта поездка прошла без местных СМИ. Впрочем, сам Нерадько заявил, что это исключительно деловой визит. Тем не менее, нашей съемочной группе удалось выяснить у главы Росавиации, почему сроки сдачи нового аэропорта перенесли более чем на полгода. Срок сдачи всего аэропортового комплекса – это октябрь 2017 года. Может быть, это могло осуществиться раньше, сдача в эксплуатацию аэропортового комплекса, но посоветовавшись с бизнесом, посоветовавшись со всеми, мы приняли решение об изменении длины взлетно-посадочной полосы. Ранее она была запланирована 2650 метров, сейчас 3 километра. На взлетно-посадочной полосе осталось уложить марочный бетон и выполнить удлинение на 350 метров, до 3 километров. Выполнить рулежные дорожки, построить командно-диспетчерский пункт. Подрядчик должен к 20 июля, уже в полном объеме, выйти со специалистами, со строительной техникой на объект.